В последнее время квесты стали очень популярны. Разнообразие их поражает воображение. Теперь квест можно встретить даже в библиотеке. Здравствуйте, вы смотрите программу Город Эсс, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня представители Самарской областной научной библиотеки. Здравствуйте, Александр Горшенин. Да, все правильно? Да, да, да. Все хорошо. Александр Горшенин, Марина Невзорова. Вы как раз являетесь теми, я так понимаю, людьми, которые эти квесты и придумали изначально. Или вы за них несете ответственность? Ну и несем ответственность, и где-то придумываем, потому что на самом деле над этим работает большая команда. И я, и Александр, те люди, которые будут эти квесты вести. Расскажите, что такое квест в библиотеке, потому что большая часть из нас, мы знаем, что такое квесты в страшной комнате или еще где-то. То есть сама суть квеста является в том, чтобы оттуда выбраться или что-то найти, или какое-то задание. Как это выглядит в библиотеке? Ну, в библиотеке это выглядит примерно так же. И страшные комнаты тоже есть. Тоже есть. Тоже есть страшные комнаты. И даже отдельные экскурсии в страшную комнату есть. Но об этом, наверное, Александр расскажет подробнее, потому что как раз именно он проводит такие экскурсии. А я бы немножко хотела сказать о том, что в этом году мы назвали нашу традиционную акцию «Виват. Студент. Виват. Библиотека. Квест. Сентябрь». Но вообще-то проводится она уже не первый год. Это время сентябрьское, время, когда появляются новые студенты в Самаре. И мы приглашаем их, тех студентов, в библиотеку для знакомства. Потому что последующие годы они приходят к нам. Хорошо, если с первого-второго курса. Иногда бывает к пятому вспоминают, что есть библиотека. Но мы стараемся сделать так, чтобы они знали, что есть библиотека. Есть огромное количество ресурсов, которые можно использовать не только в своей учебе, но и при проведении своего досуга. И главное – показать, как, где и каким образом они эти ресурсы могут получить. Что касается квеста, то элементы интерактивности используются всегда. И когда мы проводим экскурсии по выставкам, и когда мы проводим мастер-классы, и встречи с различными интересными людьми. Это все в программе вот обычно этой акции. Но в этом году мы решили пойти немножко дальше. Мы решили показать студентам, которые приходят к нам первый раз, что на самом деле все не так страшно в библиотеке. И на самом деле многие вещи они уже умеют. И квест – это такая знакомительная экскурсия по библиотеке, когда мы ходим с этажа на этаж. Пойти у нас есть где, площадь у нас большая. Рассказываем о наших отделах, о наших ресурсах. И просим ребят выполнить то или иное задание, связанное с тем, что обычно происходит в этих отделах. И нам кажется, что вот эта форма, она поможет поверить в свои силы, понять, что действительно все не так страшно, что сюда нужно приходить, и здесь много интересного. А пример можно? Какие задания и в каком отделе просите выполнить? Ну, пример какой? Если брать вот наш отдел непосредственно, отдел читальных залов, то придя к нам, группа, играет в крокодила. Традиционная игра «Крокодил». Один человек берет книгу и пытается показать другим, как эта книга называется. Естественно, остальная группа не видит, а они вот должны, он должен это показать, остальные это указывают. Слушайте, как здорово. Вот. Или, например, в отделе, где у нас хранится периодика, в зале периодики в нашем, мы предлагаем перечень журналов, а только зал периодики у нас выписывает 650 названий журналов, и все они у нас хранятся. С ума сойти. Мы предлагаем 10 названий газет и журналов, и у нас группа должна будет написать небольшой рассказ с использованием этих названий. Названий журналов. Да, но опыт показывает, что, в общем-то, ребята справляются с нашими подсказками, но это нормально. Саша, что такое страшная комната? Прям все, у меня, вы меня заинтриговали, я хочу попозробнее. Заинтриговала, наверное, Марина Антольевна. На самом деле, тоже очень интересная экскурсия. Она проводится у нас достаточно ограниченное количество раз во время проведения акции «Вад студент» и «Библионочь». Это еще наше одно мероприятие. Это путешествие по книгохранилищу. Наше книгохранилище включает пять этажей. То есть областная библиотека доступна для читателей только на трех этажах. И студенты думают, что, наверное, областная библиотека и всего занимает два-три от силы, может, четыре этажа. Когда они узнают, что на самом деле у нас семь этажей, то они очень удивляются, где же они все умещаются. У нас этажи есть как вверх, так и вниз цокольные. И вот здесь читатели, в данном случае студенты, попадают туда, куда обычно глаз их не может попасть. Это вот «Святая святых книгохранилища». Потому что книгохранилище – это центральный фонд, где хранится более двух миллионов книг, около 500 тысяч журналов, свыше 20 тысяч подшивок газет. И это начиная с дореволюционного периода и заканчивая буквально нашим временем. Поэтому студентам очень интересно, как книги содержатся, в каком виде, как хранятся журналы, газеты. Даже многие студенты, по опыту могу сказать, удивляются, когда они видят переплетенные газеты. Потому что они представляют газеты в обычном свернутом виде, а у нас их переплетают, и они выглядят как такие огромные-огромные книги. А там многоэтажные вот эти стеллажи, там тоже на больших лестницах нужно на них залазить? Нет, стеллажи у нас не такие уж многоэтажные, но выше человеческого роста, естественно. У нас много этажей, поэтому студентам и вообще, в принципе, конкурсантам, которые посещают вот эту экскурсию, приходится немало походить и почувствовать себя в роли библиотекарей, которые обслуживают читателей, находя ту или иную литературу. И непосредственно мы даем им потрогать, посмотреть, сфотографироваться. Да, вот, например, сейчас у нас год кино, и вот одна из экспозиций оформлена в виде такой вот кинофиши, скажем, 60-х годов. То есть там у нас представлены кинофиши 60-х годов, которые приглашали жители города Куйбышева на те или иные фильмы, которые только что вышли в прокат студенты. И, в принципе, те, кто присутствуют на экскурсии, с удовольствием фотографируются, где они еще увидят афиши 60-х, 70-х годов. Ну и вот здесь вот представлено, я не знаю, можно ли как-то показать? Да, я думаю, что можно. Покажите и расскажите самое главное. Может, куда можно показать? Показать можно вот на эту программу для зрителей. Вот что мы обычно показываем? Самые интересные вещи. Журнал «Крестьянка», ну вот справа ведь всем известный нам современный вид, а журнал «Крестьянка» на самом деле выходит с 1922 года. И здесь представлен экземпляр журнала «Крестьянки» 1923 года, который студенты и любой экскурсант, который придет, может с удовольствием познакомиться. В первую очередь их интересует, о чем же писала эта «Крестьянка», да, и похожа ли она с «Крестьянкой» сегодняшней. Но, к сожалению или к счастью для кого-то... Ну, фотография не очень похожа. Да, да, фотография. Ну, времена и нравы, да, меняются. И вот еще для молодых людей, для юношей обычно тоже бывает интересно, это журнал «За рулем». Тоже, какой он был, какой он стал. Все очень удивляются, многие удивляются, потому что не многие знают, к сожалению, что журналы эти выходят, да, и «За рулем» с 1928 года, «Крестьянки» с 1922. То есть это не только современные, модные, там, глянцевые, интересные журналы о технике, да, о красоте. А что можно посмотреть, да, какая техника, да, и какая красота, да, какие проблемы были у крестьянок 20-х, 30-х и 40-х годов? Ну, вы же сами, наверное, тоже все это смотрели, читали, да, и сами занимались каким-то анализом, сравнивали, похожи? Ну, вы знаете, в любом случае всегда женщинам хочется быть красивыми, всегда женщинам хочется навести порядок как в доме, так и в своей собственной, извините, голове, да. Да, то есть и вот эти проблемы, да, здесь они более философские, 20-е годы, да, отношения с мужьями, да, отношения в обществе, как женщина должна добиваться своих прав, да. Ну, здесь вот сейчас у нас женщина, благо, добила своих прав, поэтому здесь более современные проблемы. На свою голову. Да, на свою голову. Ну, это кому как, Мария Анатольевна, да? Так. У кого? Вообще, особенность нашей библиотеки, вот что касается периодических изданий, что в отличие от других библиотек, которые хранят газеты и журналы по ГОСТу, да, как положено, по инструкции, 3, максимум 5 лет, у нас они хранятся, ну, не побоюсь этого слова, вечно. И действительно, когда студенты и даже и многие, и не студенты уже, и преподаватели узнают о том, что периодика, журналы, дореволюционные журналы российские, известные, да, что они есть у нас, причем не как музейные экспонаты, не единичные экземпляры, а подшивки, и мало того, что это просто, не просто есть, а с этим можно просто работать, да. Потрогать, с этим работают и филологи, и журналисты, и историки. Вот это, конечно, тогда вот они понимают, а что такое областная библиотека? Хочу поговорить о том, что ведь сейчас во время интернета, да, очень многое мы берем оттуда. Чего нет в интернете, но есть у вас? Ну, первое, наверное, что приходит в голову, это проверенная информация. К сожалению, да, в интернете большой объем информации, пользоваться зачастую ей удобнее, искать нагляднее, но с другой стороны, там очень много информации не проверено. И вот один, кстати, из, одно из заданий квеста у нас, когда мы даем одно и то же задание, студенты должны найти ответ в интернете, одна группа, а вторая группа посмотреть по традиционной справочнике, словари, энциклопедии. У нас в информационно-библиографическом отделе почти 16 тысяч книг справочной литературы. И очень часто бывает так, что студенты приходят, не понимая, почему им преподаватели поставили отрицательную оценку. Я думаю, что у Александра, как у преподавателя, тоже такие ситуации бывают. Они не понимают, почему, но вроде бы я вот в интернете это нашел, это все есть. Мы смотрим это по изданиям книжным, проверенным, по серьезным, и видим, что в интернете ошибки. Это одна... Ну, как фактические, да, так и всякие же бывают. Ну, в основном фактические, потому что, ну, взгляд авторский, это мы не можем корректировать. В общем, Мария Анатольевна, я добавлю, да, в библиотеке есть человек, который может помочь, подсказать и направить в нужном русле вот этот поиск информации. А также есть издания, путеводители, указатели, которые помогут справиться в огромном потоке информации. Я просто еще являюсь преподавателем, поэтому я с двух сторон могу оценить, да, вот эту проблему, когда студенты теряются в потоке информации, которая находится в интернете, и, приходя на семинары, смотрят круглыми глазами, говорят, мы пытались найти, но у нас не получилось выцепить нужное. Поэтому, когда они приходят в библиотеку, там и в библиографическом отделе, да, и сотрудники читальных залов, они им помогут, подскажут, да, какие-то указатели, какие-то справочники, пособия, им проще будет ориентироваться. И даже, может быть, легче и быстрее они найдут ту информацию, которая им необходима. Еще вот вспомнил случай, если можно, расскажу. Была экскурсия школьников, вот по книгохранилищу тоже, да, и вот подобные издания у нас представлены. И несколько мальчишек, ну, класс 8-й, наверное, 9-й, задержались у журнала «Современник». И они попросили, можно ли фотографировать. Я говорю, конечно, можно. Когда я их спросил, зачем они фотографируют, они сказали, наша учительница по литературе будет в таком восторге, когда увидит, да, фотографию. Подарок. Да, журнала «Современник», да, журнал «Отечественные записки», это ключевые наши литературные журналы 19 века, где публиковались наши классики, да. Когда она увидит, что они во руках у нас, да, я думаю, она будет очень рада. То есть вот я увидел, да, что действительно... И они сами говорят, а неужели действительно, да, здесь публиковался Тургенев, да, неужели здесь прижизненные издания, там, Гоголя выходили, вот, в тех или иных журналах. Для них это, ну, не сопоставимо, да, как это так, классики, вот, книги, которые вышли при их жизни. Поэтому, вот, наверное, еще помимо вот помощи, которую оказывают сотрудники, помимо того, что легче найти конкретную информацию, как правильно сказала Марина Анатольевна, она проверенная информация уже конкретно, да, все эти источники, еще там есть своеобразная атмосфера, которая, возможно, да, позволяет погрузиться в ту эпоху, да, которую изучает тот или иной студент, да, или даже не студент, а аспирант, научный сотрудник в любом случае. Саша, вы как преподаватель, вы видите, когда вам работу студента сдают, что вот из интернета он это взял или он сам поработал с книгами? Ну, конечно, здесь уже есть, знаете, такие штампы, когда можно взглянуть, даже не стоит, иногда смотришь, говорят, откуда вы знаете? Я говорю, да уже видно сразу, да, постановка речи, я же слышал тебя на семинаре, да, я же вижу, как ты говоришь, и как начинается умными за умными словами, да, другое дело, ты пойди возьми несколько книг, три-четыре издания, пусть будет где-то немножко коряво, но ты сделаешь сам, ты изложишь, да, свои мысли относительно изученных тобою работ. И, наверное, да, важно, что студентам, чтобы они научились работать с источниками информации, любой источник информации, да, это интернет и книга, и журнал, но они должны попробовать с этими источниками со всеми поработать сами. В интернете, интернет, на самом деле, хорошая кладовая, но там нужно уметь работать, там нужно уметь находить информацию, а для этого нужно пройти такую вот школу жизни, скажем, библиотеки. Когда ты поработал с книгами, с журналами, с газетами, то и в интернете ты уже сможешь лучше ориентироваться. И, кстати, вот в программе акции «Виват. Студент» в обязательном порядке наши отделы, специализированные отделы, готовят практические занятия для студентов по поиску информации, по поиску краеведческой информации, по поиску информации вот к тем подписным базам данных, которых нет в открытом доступе в интернете, полнотекстовые базы данных, базы данных диссертаций, базы данных изданий, в том числе переводных, зарубежных, у нас в библиотеке это есть, но с ними, правильно сказал Александр, надо уметь работать. И они, когда приходят, ну, что нас привели? Мы все с интернетом, он у нас вот в кармане, да, мы все умеем, но через 10-15 минут, когда им говорят, а можно сделать так, а можно так, а можно так, и не падать в обморок, когда тебе на твой запрос вываливается 2,5 миллиона ответов, и где там правильный, и как их, и что с этим счастьем делать? Вот они уже уходят, говорят, да, вы были правы, вы были правы, потому что мы, вот теперь мы умеем, теперь мы знаем. Как среди, я понимаю, что несколько, много отделов в библиотеке, у каждого отдела есть свои специальные сотрудники, которые разбираются, но тем не менее, как найти то, что нужно, потому что огромное же количество книг, вот вы говорите, там 16 тысяч, там, я боюсь, в книгохранилище больше 2 миллионов, это же какое-то невероятное количество, как искать то, что нужно. Я понимаю, есть какая-то система поиска, да, или как, или вот знают уже, вот с закрытыми глазами можете пальцем кнуть, что вот там на той полке третья слева нужная книга. Вы знаете, у нас есть среди наших сотрудников люди, которые не обращаются к справочникам, к базам данных. Они просто знают. Они просто знают. Вот Александр Никифорович Завальный, я его иногда использую вместо Гугла, да, то есть вот я понимаю, что если я сейчас залезу в интернет, мне вывалится огромное количество ответов в мой запрос, мне проще подойти к Александру Никифоровичу, сказать, Александр Никифорович, вот что вот тут? Он дает правильное направление, и дальше уже как бы легче работать. Ну, есть и другие у нас такие сотрудники, потому что люди годами работают именно на поиск информации. Но мы готовы всегда помогать и всегда говорим нашим читателям, спрашивайте. Библиотекари любят, когда у них спрашивают. И мы всегда объясняем, показываем, учим. Но все-таки задача наша, чтобы хотя бы к пятому курсу, к диплому студент научился работать сам. Есть специальные методики, есть специальные инструкции, есть всегда консультанты. И даже любой сотрудник библиотеки, он либо, если он компетентен, вот именно в этом вопросе он покажет и расскажет, либо он направит читателя в конкретный отдел, где специалист уже с ним будет работать по данной теме, по данному вопросу. Это желание. У нас это такое желание есть. У студентов, ну вот сейчас я должна сказать, что студент меняется. Вот, может быть, Александр со мной поспорит. Но я вот три года так целенаправленно веду экскурсии по библиотеке, я вижу, что ребята приходят более мотивированные. У них какой-то уже стоит какая-то цель перед ними. Не все, конечно, не все, но таких студентов появляется все больше. Вот это радует. То есть это наша вот грядка, это наши люди. Коль уж заговорили, да, о квестах и современных веяниях и течениях. Сейчас в последнее время, особенно после реконструкции или ремонта в библиотеке, ну, зачастую детские или юношеские, они открываются после таких преобразований. И у них появляются такие вот места для чайпития или настольных игр или вот что-то такого, какого-то дополнительного досуга. Думает ли, задумывается ли об этом наша областная библиотека? Потому что основная все-таки, наверное, задача это образовательная, да, стоит. Это все-таки детки постарше к вам ходят. Типичный взгляд на библиотеку, такой устоявшийся. Стереотипно. Нет, я как раз и говорю, что сейчас очень многие от этого уходят, чтобы расширять свои горизонты. Мы постараемся от этого уходить. У нас, к сожалению, нас лимитирует во многом наше помещение. Мы ждем реконструкции. Мы долго ждем, но мы надеемся, что все-таки она будет. И тогда многие вещи, вот о которых вы говорите, они будут на постоянной основе и больше места занимать. Но даже сейчас мы стараемся, чтобы читатель, приходя в нашу библиотеку, он чувствовал себя, ну, не как дома, но в то же время не совсем в гостях, чтобы ему было удобно, чтобы ему было светло, чтобы ему было тепло. Иногда бывает очень жарко, вот когда жаркая погода, увы, да, мы просим прощения, у нас тоже было очень жарко. И это одна сторона. Вторая сторона, вот те мероприятия, которые мы проводим, библиотечные, традиционные, да, вот та же экскурсия. То есть библиотека это проводит постоянно, но мы вводим квест. Выставки, которые у нас проходят различные, вот в галерее новое пространство, в других отделах, эти выставки, как правило, сопровождаются различными мастер-классами. То есть человек пришел, посмотрел, тут же встретился с автором, тут же увидел, как делать куклу, как делать мини-книжку, узнал что-то новое, пришел в следующий раз. То есть вот это действительно очень важное направление, очень правильное. Мы хотели бы, чтобы библиотека стала таким вот центром не просто учебы, но и досуга, полезного досуга. Если можно, я еще дополню, да, Марина Анатольевна, да, все новое, это хорошо забытое старое. Потому что еще Надежда Константиновна Крупская, которая создала систему библиотечного образования в нашей стране, говорила, что библиотека это не просто читальня, да, это культурный центр. И действительно сейчас в полном смысле этого слова можно назвать и областную библиотеку, несмотря на то, что универсальный научный культурный центр. Потому что у нас существует галерея при библиотеке, где проводятся выставки, да, какие-то художественные. У нас же проводятся какие-то театрализованные постановки, концерты музыкальные, да, то есть, в принципе, балы, да. То есть любой человек, придя в библиотеку просто на первом этаже, у нас существует там мягкая зона, где люди иногда просто приходят пообщаться. Там же у нас есть открытый доступ, так называемая, народная библиотека, куда люди приносят, ну, не нужные им книги, да, а кому-то эти книги, может быть, нужны. Вот люди иногда приходят, полистают, посидят на мягких диванчиках. И возле библиотеки я видела вот эти скворечники, да, да, да. Я зачастую встречаю, проходя мимо людей, которые с удовольствием там родятся. Привыкли, привыкли. Летний читальный зал, то же самое. Вот встречи с поэтами, с нашими писателями, мастер-классы летом выносятся на площадку перед библиотекой. И мамочки с детьми у нас приходят тоже у нас специальные игрушки, маленькие столики. Детки с удовольствием занимаются. Может быть, они, там, 2-3 года крохи, он, может быть, даже не знает слова такого библиотека. Но, может быть, собирая его на прогулку, мама говорит, а теперь мы пойдем с тобой гулять в библиотеке. Вот это на подкорке это записывается, что библиотека – это хорошо, это здорово, это ярко, это интересно. Но потом это вот где-то отзовется. Мы надеемся. То есть, так резюмируя все вышесказанное, можно все-таки утверждать, что областная научная библиотека, она не только выступает в научной среде, она действительно является центром такой культурной жизни. Любой человек, городской житель наш, да и не только городской, приезжает к нам из далеких-далеких сельских уголков, они могут найти все для себя интересное. То есть, концерты, постановки, выставки, просто встречи, какие-то литературные гостиные, турниры, балы, то есть, в принципе, и очень многие с большим удовольствием приходят. К сожалению, может быть, не все знают об этом, может быть, из сегодняшней передачи кто-то откроет для себя новый. У нас есть сайт областной библиотеки, на которой все мероприятия находятся, то есть, все афиши. Через этот же сайт можно заказать книги из отдела основного книгохранения. То есть, когда вы придете в библиотеку, ваши заказы уже будут выполнены. Уже сформированы. Но читать их в библиотеке с собой нельзя. Вот, кстати, читать в библиотеке, не могу не спросить, две минутки остаются до конца, но все равно спрошу. Библионочь – очень здоровская акция, пользуется всегда большим успехом, но зачастую студенты современные, или, может быть, даже кто постарше, чем уже студенты, очень удобное время для работы для многих сов, так скажем, это все-таки ночь. Может быть, будут какие-то дежурные залы или что-то такое, когда человек может и в пять утра прийти почитать? Или это я уже фантазирую очень далеко? Ну, вы знаете, конечно, это было бы здорово. Вы тоже так думаете? Это было бы здорово. Вот. Но, наверное, это все-таки вот наша цель. Я не говорю мечта, потому что мечта, можно мечтать, мечтать, мечтать. Это цель, и сейчас просто современные технологии позволяют это осуществить, потому что, вот я говорила, подписные базы данных, многие владельцы этих баз данных, они идут на то, чтобы открыть доступ к своим полнотекстовым базам данных, то есть читать эти книги или статьи читателям библиотеки, не приходя в библиотеку. Для этого нужно быть читателем библиотеки, записаться, идти к нам, получить пароль, а уже читать, пожалуйста, ночью со своего компьютера. Нет, на самом деле, Марина Анатольевна, у нас в прошлом году, или позапрошлом, мы на час увеличили работу для читателей, потому что раньше библиотека работала с 10 до 8, а сейчас библиотека работала с 9 утра до 8. То есть мы увеличили на час, а Ленинская библиотека в Москве, она как раз наоборот, была до 9, да, уменьшила. Спасибо вам огромное, что пришли. Время, пожалуйста. Прощаюсь со зрителем до следующей пятницы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин